В эту субботу мобилизационный пункт встретил новых призывников. Парни не унывали, крепились, старались поддерживать позитивный настрой и друг друга. Боевое, готов, хорошее настроение, нормальное. Уже и морально, и духовно готов, поэтому не переживаю, все хорошо. Служил в армии, ну давно, сколько, 14 лет назад, конечно, он служил. Все можно, родные, родственники, родители, сёстры, братья, друзья. Дмитрий приехал из Пытьяха по повестке, которую получил ещё в понедельник. Собрался, осознал и решил для себя, что все обязательно вернутся домой с победой. Мобилизованных пришли проводить не только родные, специалисты соцзащиты, сотрудники прокуратуры и военкомата, а также медицинские работники провели консультации с будущими военнослужащими и членами их семей. Призывникам разъяснили их права, рассказали про льготы и ответили на все интересующие вопросы. Перед отправкой состоялись традиционные торжественные проводы, прозвучали слова на путстве. Сейчас вы поедете и будете проходить боевое слаживание. Внимательно впитывайте то, что вам скажут преподаватели, офицеры, особенно это касается медицинской подготовки. Внимательно запоминайте все действия. Это поможет вам спасти жизнь и свою, и товарищей. Примите эти письма и пусть они согреют вас в холод. Пусть они придадут вам силы, когда вам это понадобится. Письма для поднятия боевого духа, написанные школьниками, на проводах волонтёры Победы вручают уже в третий раз, что также стало доброй традицией. Могу вам пожелать всего самого наилучшего. Службу несли, знаете, как её нести. Всех благ, всего самого наилучшего. Так держать. В качестве наставления ребята получили самый главный наказ – вернуться всем живыми. Мы сейчас куда едем? Пока. Пока, на Тюмени. Теперь в ближайшем будущем их ждёт учебный центр и боевая подготовка, чтобы встать в единый военный строй на защиту своей Родины. Мария Пейль, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова